Если вы собрались путешествовать по Америке, вот вам десятка мест с идиотскими названиями, где все хотят сфотографироваться. Номер один. Американская вилка. American Fork. Юта. Хотелось бы найти еще и американский нож и американскую ложку, но таких, к сожалению, не нашлось. А вот American Fork находится в штате Юта, недалеко от одноименного озера. Когда-то это поселение называлось Lake City, город озер, а было переименовано в American Fork в 1960 году. На самом деле, название означает вовсе не ту вилку, которой мы привыкли есть, а развилку. Развилку, которая находится неподалеку от места и тоже называется американской. Несмотря на то, что городок небольшой, здесь и рядом есть множество занятий, которые придутся по душе каждому путешественнику. Кстати, американская вилка считается одним из наиболее подходящих городов для трудоустройства в сфере образования, здравоохранения, информационных технологий и финансовых услуг. Вот так новость. Переезжаем. Номер 2. Чикен, Аляска. Город Чикен на Аляске был основан в 1902 году. Его хотели назвать в честь Куропатки, которая была обнаружена в этом районе. Но никто не знал, как писать ее название правильно. И поэтому решили не заморачиваться, назвав город Курицей. Ну а чем курица не Куропатка? По последним данным переписи населения в 2010 году, здесь проживало всего... Ну-ка, давайте догадки ваши, сколько там людей проживало? 7 человек всего. Забавно, что в городе нет электричества, но есть свое отделение почты. Кстати, про отделение почты. Если вы не смотрели, есть такой мультик, называется Клаус. Как раз про почту. Шикарнейший мультфильм, я настоятельно рекомендую посмотреть. Понравится как взрослым, так и родителям. Просто рекомендация к просмотру на вечер. Ну, после этого видео только. Помимо почты, здесь есть бар, сувенирный магазин и кафе. Номер 3. 96. Южная Каролина. Откуда взяло название, буквально означающее 96, до сих пор неизвестно. Однако, есть версия, что когда-то давно она просто обозначала расстояние до ближайшего поселения Чироки. Основное поселение было в 18 веке и первое время носило название Еврейская земля. Так как некоторые видные еврейские семьи из Лондона покупали там земли. Поселение родилось и выросло немало известных людей. Местечко с загадочным названием засветилось и в музыке. О нем упоминается в песне This Old Skin, группе The Beautiful South. It was 96 in South Carolina. А также в литературе. Номер 4. Zizix. Калифорния. Поселение в округе Сан-Бернардино в южной части Калифорнии. Раньше этот населенный пункт назывался Кэмп Сода и Сода Спрингс. Поскольку здесь находятся минеральные источники. Название Zizix было дано поселению в 1944 году. Специально, чтобы оно было последним словом в английском языке. И как следствие последним в списке населенных пунктов США. Название ему дал американский евангелист и врач. Кертис Хаус Прингер. Больше, честно говоря, что-то из фашистского напоминает. Номер 5. Embarrass. Миннесота. Интересно, люди, живущие в этом местечке с таким названием, часто ли чувствуют стыд? Да, Embarrass это по сути как бы стыдоба. Забавно, что Embarrass является самым холодным местом в Миннесоте. Со средней температурой 34 градуса. Ну да, 34 градуса по Фаренгейту, потому что это около 1 градуса по Цельсию. Наверное, подогревают это место чувством стыда, с которым живут они здесь. Название на самом деле никак не связано с английским словом, значением которого является слово смущение или стыд. Оно произошло от французского Embarrass, что означает затруднительное положение или препятствие. А прозвали так поселение из-за одноименной реки, протекающей в этих краях. Французские торговцы мехами считали реку очень трудной для навигации и поиска. Потому так ее и назвали. Love Ladies, Нью-Джерси. Несмотря на такое женственное название, городок получил его отнюдь не в честь прекрасных дам. Местечко расположено на острове Лонг-Бич и начало свое существование в качестве спасательной станции на побережье Джерси. Название станция позаимствовала у соседнего острова, который принадлежал местному охотнику и спортсмену Томасу Лавледи. Hell, Michigan. Некоторые американцы, и не только, в буквальном смысле живут в аду. Hell, что в переводе с английского переводится как ад, находится в штате Мичиган и представляет собой небольшой городок. Название свое он получил в 1841 году, когда Джон Ривз, один из первых поселенцев города, невзначай сказал «Да назовите вы этот город хоть ад, мне плевать». Что ж, вот и называли. Неудивительно, что современный Hell очень популярен среди готов. И сами жители города с удовольствием поддерживают статус города, проводя в нем такие мероприятия, как каникулы, сатаны, фестиваль гробов и дорожные гонки. Едем в ад. Дорожные гонки, едем в ад. Из Hell of Paradise, штат Невада. Кстати, у меня есть большой выпуск про путешествия на автомобиле из Калифорнии в Неваду, по долине смерти. Очень интересный выпуск. Ссылочку на этот ролик поставлю в описании, ребята, поэтому смотрите, кому интересны путешествия по Америке. Paradise, населенный пункт в округе Кларкштадт, Невада. На территории Рая расположился Международный аэропорт Лас-Вегаса. Невадский университет и большая часть Лас-Вегас-стрит, где сосредоточено наибольшее количество отелей и казино. История Paradise начинается в 1950 году, когда мэр Лас-Вегаса Эрни Крейген решил увеличить приток налогов в казну с целью уплаты растущего городского долга и финансирования новых строительных проектов. Идиотвиль! Идиотвиль! Идиотвиль, да? Орегон. Город-призрак. В 70-х большинство жителей города работали на лесозаготовках, в лагере рабочих, которые были так далеко, что жители соседних городов говорили, что только идиот будет там работать. В итоге название закрепилось и стало официальным в 1977 году. Аналогичное название было дано и лесному ручью. Даже ручей идиотом назвать, ну это что? Как что должно быть у людей в головах? Ручей этот счастливый. Протекает в окрестностях. Идет крик. За ним название остается и до сих пор. А вот жители города покинули его окончательно 20 лет назад. Уай. Штат Аризона. Жители зельской общины Уай наверняка постоянно задаются вопросом. Ну почему? Или за что? Ну хотя бы почему они живут в этом поселке с названием? Почему? Город получил такое название из-за того, что основные магистрали, государственные трассы 85 и 86, изначально пересекались в Уай-образном перекрестке. Город хотели бы назвать просто Уай, но так как в то время закон штата требовал, чтобы в населенных пунктах было по меньшей мере три буквы, то городок назвали Уай. Сейчас однако этого перекрестка больше нет. Департамент транспорта Аризоны убрал его из-за соображения безопасности дорожного движения и построил две автомагистрали. Why not? Северная Каролина. Если жители местечко под названием Уай задают вопросы почему, то жители Why not точно такого вопроса не задают и скорее всего ни в чем себе не отказывают. Название появилось достаточно просто. По легенде на заседании жителей поселения слишком долго выбиралось имя для поселения и тогда один из мужчин предложил почему бы не назвать город, почему бы и нет и просто пойти домой. Why not расположен на трассе NC705, известной также как шоссе керамики Северной Каролины. Жители района впервые начали делать керамику в 18 веке и в этом районе до сих пор есть несколько гончарных магазинов. Друзья, на этом у меня все. Why not? Почему бы не поставить лайк и напишите в комментариях, если знаете какие-то еще забавные места в ваших районах. И мы будем включать их в наши следующие выставки. Какие выставки? Выпуски. Все, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok